Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Попросили дать полное описание материала о Бороде. У нас идет серия бесед, которая называется «Во свете Библии». Передо мной лежит Библия полная, 77 книг православного издания, открытым оком. То есть, на все это посмотреть. Беседуя о чем-то, мы берем главное это из Священного Писания. Как на это дело смотрит Бог? Далее. Но так как мы православные, мы не можем пройти мимо истории церкви. Те, кто не относятся к церкви, а возникли позже из протестантов, для нас они сектанты. И очень часто юридики. В разной степени отступления где-то. Для них история начинается с сегодняшнего дня. Они просто не имеют опыта, как будто бы сегодня началась церковь. Вот иногда даже священники говорят так. Где двое или трое собрались во имя Его или там Христос. Так не написано. Проверьте еще раз по слову Божьей, чтобы не ошибаться. Где двое или трое собраны, а не собрались. Собираются выпить на троих. Вот, соображают, там на вокзале ходят бомжи. Собраны. А кем собраны? Указание одно. Духом святым. Дух святой подвиг собраться вместе. А собираются просто так, как организуют любую секту, ересь, что угодно можно раскол устраивать. По самохотению. Когда человек начинает о себе думать больше, чем он есть на самом деле. Забывая о главном качестве, смиренно-мудрие. В православном свойственно смирение. Оно должно быть смирение. Перерастающее в смиренно-мудрие. И вот относительно бороды. В священном писании сказано не в одном месте. Я буду считать. У меня отдельно уже материал есть такой. О бороде. Я неоднократно говорил. Писал на нашем форуме. К истине один народ. Но мы будем брать из жития святых. Это 12 книг Дмитрия Ростовского. Для православных эти книги не безразличны. Кроме того, у нас у православных есть еще и такое, что мы почитаем святых. Которые отошли из этой жизни. Взирая на кончину жизни их, подражаем вере их. 13.7. Послание к евреям. Ну а раз почитание святых, ну и возникли иконы. Икона почитания. И на иконах вы не найдете бритых, не считая тех, которые были молодые. Такие как Иоанн, Пантелеймон, Целитель. А остальные все с бородами. Спрашивается, а почему люди бороды задобряют? Это язычество все. Притом это язычество очень крепко вкореняется в языческую природу. У язычника жизнь заканчивается с этой жизнью. Дальше ничего у него нету безбожьего, коммуния. Старазности никакой нету. И поэтому они стараются продлить молодость. Вот я ходил с бородой. У меня я на военном билете с бородой. Ну так мне Бог дал этот страх перед Богом. Мы в армии, я уже был с бородой. У нас сейчас ребята служат в армии, но у нас на альтернативной основе никто бороду не бреет. У нас не положено. А если бороду бреет, у нас в общине Крестовозвиженская, город Барнаул, он будет с соглашенными стоять, пока бороды не отрастут. Это с соглашенными, как город проклятия Ерихон в Ветхом Завете был. А в Новом Завете христиане, они красоту жизни видят в совершенствовании. А это приходит с годами. С годами это возраст. Возраст определяется уже и борода растет у него. Седина, почтение седина. Многое об этом написано у Соломона. Приличное седине судить, говорить. И у нас есть житие святых. Я засчитаю кое-что, потому что я много занимался, составил симфонию на житие святых. И мне это удобно. Я буду засчитывать сейчас. Где у нас про это сказано? Вот чтобы поверить, что безбожники понимают, что жизнь на этом заканчивается, это надо прочитать премудрость Соломона. Не каноническая книга. Вторая глава. Ну а то дальше мы найдем, это уже и у Исаии 22-13. Ну вот, веселье и радость. Убивают волок, режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем, если пить, ибо завтра умрем. Христианин так не может судить. Завтра мы предстанем на суд Божий. И мы каждый день должны готовиться в лучшем виде предстать. Говорят, ну это было в Ветхом Завете. Нужно сказать, что Христос плоть не изменял. Он пришел возвысить закон до совершенства совершенного человека. Ну а плоть осталась такая же, как и женская, мужская плоть. У мужчины борода, у женщины растет. Если у нее растет борода, то в кунст-камере надо держать, показывать ее. Какие-то гормоны, что-то сорвано. Ну это понимают люди, врачи, объясняют. Нормальный, развивающийся организм человека в юности не имеет бороды. Он юный, безбородный. Потом растет борода. Знак его возраста. И далее мы считаем об этом, не обманывайте, что худые сообщества разращают добрые нравы. Надо искать добрые нравы. У меня много знакомых из сектантов. Однажды мне пришлось беседу проводить в городе Павлодар, это Казахстан. И там был у них пресс-митер, с Украины приехал Карл Станиславич Сидлецкий. Очень хороший человек. Он по откровению был прислан сюда. Откровение даже насчет его было. Но беседовали, у баптистов журнал был, называется «Баптист». 1906 год. Он большой, как журнал «Огонек» и даже маленько пошире. И вот на первой, открываешь только, и на первой странице сидит много молодежи. Все доданы с бородами. Я говорю, вот смотрите, вы уже за 70 лет и все бритые. А они с бородами. Тогда был Фидел Кастр, это где-то было в 80-х годах. Я говорю, если бы все сейчас были здесь безбожники, вот как Фидел Кастр с бородой, вы бы стали брить? Ну нет, конечно. Я говорю, тогда согласитесь, как Павел говорит, что вы поступаете по стихии мира, а не по Христу. Ну, посчитайте послание апостола Павла. Годится ли это? А дружба с миром, если вражда против Бога и называется прелюбодеянием, прелюбодеи и прелюбодейцы. Поэтому церковь рассматривала вот бритье бороды, как блудодейная ересь. Эти слова повторить надо про себя. Блудодейная ересь. Она так и записана у протопопа Аввакума. Не то, что он старобрядец был. В то время еще раскола-то не было. Еще мы считаем, как люди любят в этом мире жизнь свою продлять. Псалом 72, Ио 21 глава. А в Новом Завете уже душа стремится к высшему. У нас есть, конечно, пример святых. Вот я о нескольких прочитаю. 13, так считаем, это 12 июня Ануфрий. Борода до земли. 19 января, это жития святых так описывает, Макарий египетский. Увидел в храме Инока борода почти до пояса. 1 января, это число по старому стилю. Василий Великий, борода до пояса. 1 сентября, Симеон Столпник. Когда он умер, патриарх хотел у него взять волосы от бороды. Рука тотчас отсохла. 20 ноября, Прокл. Видел апостола Павла, борода у него широкая. На передней части головы нет волос. 8 мая. Арсений Великий, борода до пояса. 2 января Ефимий с проседью, большая борода. Это по Дмитрию Ростовскому, считаем. 5 января Савва, священный, упал в яму с огнем у Мертвого моря и опалил бороду и лицо. Борода не выросла. Осталась небольшая и редкая. Он благодарил Бога за такую бороду некрасивую, чтобы нечем было хвалиться. 21 июля Симеон Юродивый-то, хлеботорговец, вырвал у него бороду. О том, что бороды были. 21 июля Симеон Юродивый. 22 января Анастасий Персянин на арестантских работах. Им рвали бороды. 11 января Феодосий Великий из бороды Святого моряна осторожно. Он взял зернышко и положил его в житницу. И они стали полные. Зернышко взял из бороды у него. Такую силу зерно она получила. 23 июня. Покаяние Феофилу, продавшего душу дьяволу. Враг души гладил его по бороде, соловал в уста. Точнее, с бородой можно быть в аду. По бороде ты, говорит, похож на Авраама, по душе на Хама. Чтоб такого не было. 8 января Георгий Хазелит. В монастырь не брали тогда, пока не вырастут бороду. 21 сентября. Ипатий Андорске. Бороды смолой обмазывали, зажигали мучители. 15 декабря Стефан. За бороду влочили его в темницу. 28 ноября. Стефан Новый. Бороды опаляли, волосы резали за веру во Христа. 18 июля. Иоанн многострадальный. Змей пастью захватил голову и опалил бороду. 14 апреля. Иоанн Евстафий. Посторонние узнали, что они православные по бородам. Ибо не желали их стричь, волосы стричь, когда попали к католикам. У Адионисия Ариопадити написано так. Сед. То есть седой. С длинными волосами. С усами несколько длинными. С редкой бородою. О святом Григории богослове. Борода не длинная, но довольно густая, плешив. Волосами была кур, конец бороды с темным отливом. О святом Кирилле Александрийском. Борода густая и длинная. Волосы на голове и бороде кудрявые, с проседью и прочее. Описание святых, где названа только одна борода. Ну тогда фотографий-то не было. Описывают. Герман, патриарх, стар, борода редкая. Святой Ефимий, борода до Лядвия. Ну, ниже пояса. Петр Афонский, борода до колен. Макарий Египетский, борода до земли. Христиане всегда подражали не только в делах святым, но и в их облике. Сейчас у меня еще один святой есть. Как их мучили. Я сейчас прочитаю про него. Это 10 февраля в Харлампии. И как было? Длинная борода. Мучители клали угли ему на бороду. Но из бороды вырвался огонь и попалил 70 человек. Значит, надо еще и бороде уважение отдать. Бородой Бог защищает людей. Я вот с бородой всю жизнь проходил. И, как правило, это связано как-то с женским делом. Вот я выхожу на станции какой-то. Проводница другого вагона. Ну, мне там было тогда, сколько там, 26 лет. А что ты с бородой? Да так, Бог сотворил. Так с бородой, как тебя жена до себя допускает? Видите, все с женщиной связано. Я говорю, а вы почему без бороды? Как, ну я женщина, но я мужчина. Я говорю, посмотрите. Вы признаете, что у людей были какие-то вожди? Вот Фридрих Энгельс. Борода у него позвонил. У меня же не едно, герой. Чуть-чуть ямочка только. Не подстриженная. У Карла Маркса бородка поменьше. У Ленина только к лидошкам. И все друг за другом идут. И все меньше и меньше. У Сталина усы. А у Хрущева даже на голове уже ничего нет. И все засмеются. Так так или не так? Ну, ну так. Так а зачем же нас побуждать-то к тому, что совсем даже не прославляется Богом? Посмотрите, у католиков Сиксинская Мадонна, Папа Сикс с бородой. У католиков много хорошего. Но бродобритие совершенно нам неприемлемо, как главенство Папы. Примат Папства. И еще. Откуда это все возникло? Почему? Об этом хорошо пишет, вот считаемый, Епифаний Кипрский. И в Тихске назвал ересью. Ибо царь Константин Ковалин и еретик это узаконил. О том все знают. Где это написано? Это издание. Лето 7155. Валис 621. Вот. Но для нас наиболее важно, что об этом говорит Священное Писание Библии. Вот посмотрим. Если борода это малое дело, мы сразу соглашаемся. Конечно малое дело. А борода спасает? Не спасает. Она не спасает. Она содействует этому. Меня мир сразу отделяет. Он видит, я с бородой. Если борода не подстриженная, совершенно другое отношение. Я вот сидел в пяти тюрьмах, пока не осудили. Я был с бородой. Только заходишь, сразу тебя видят, что ты с бородой. А ты что, поп? Ага, поп. Значит, батюшка. Так здесь у меня знакомый, познакомился с начальником тюрьмы, и меня сумел отправить на этап с бородой. А когда приехали уже в лагерь, там никак нельзя. Ну, устав. Я говорю, Емельяну Пугачеву не брили. Каких сцеллариев революционеров никогда не стригли волосы им на бороде? Ничего нет. Ну, что делать? Постелили простынь, посадили меня ищеченец. Мне бороду стрижет, а потом брить. И говорит, а меня Аллах не накажет. А я сижу и плачу, слезы текут. Пришел начальник по поличасти, Кудериев, капитан. Волосы аккуратно после этого смели, собрали в платочек. У меня сейчас две бороды. Одна борода у меня выросла, а вторая в платочке. Так я, когда был освобожден из тюрьмы, я в храм не ходил, пока не отросла борода. Ко мне домой священник приезжал. А почему? А такой закон. Я сейчас прочитаю, откуда этот закон. Вот мы считаем. Если мы в малом верны, так, говорит, добрый раб, в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость после господина своего. Лука, 19-17. Это вполне относится к бороде. Это малое дело. В книге Бытие 34, 2, 7, 9, 26 сих говорится, как сын Емора, Евьянина, спал с Зиной, дочерью Якова, сделав ей насилие. Дальше. Бесчастье сделал он Израилю. Повторим это слово. Бесчастье сделал он Израилю. Всему Израилю сделал. Изнасиловал девицу. Так это в Ветхом Завете. В Новом Завете изнасилование карается очень сурово. И никогда не считается, что честью. Вот сейчас судили Буданова, полковника. Юрия Буданова. Его застрелили. Оль, это, Кунгаеву Эльзу, он изнасиловал и убил. Уже доказано. Но в суде не стали говорить, что изнасиловал, только убил. Почему? Потому что с таким позором семья не может жить. Они выехали в Швецию сразу. Так она не виновата. Он пришел ночью, сгреб ее на танке. Что она сделает? Вот это в народе в том есть. Она не виновата, но она обесчищена. И та, когда считаем, Авестолом изнасиловал Фомарь, ой, Авестолом этот, брат ее двоюродный, то Авестолом отомстил ему, перерезал горло. Но она уже одна сидела, обесчищенная, в доме отца своего до самой смерти. Вот как на это смотрели. А если она выходила замуж и оказалась она не девственница, закон гласил, приведите к дому отца, убейте ее. А она обесчищена. Вот это слово надо просто запомнить. А как? Это честная девушка. Слово честное имеется не то, что она правильно говорит, а то, что она сохранила девственность. Как у святых написано, бисердевство. Была очень обесчищена. Теперь дальше читаем. О Давиде. Когда донесли Давиду, написано такое, читаем, и взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину дошресал и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. И велел царь сказать им, оставайтесь в Ерехоне, в городе проклятия, пока не отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Вторая книга Сарх, 10 глава, первый, второй, пятый стих. Дина была обесчищена, изнасилована, а слуги очень обесчищены. Златоуз говорит, нет ни одной буквы лишней в священном писании. Небо и земля придут, слова Господни не придут. Значит, обесчищены, а здесь очень обесчищены. То есть отрезать бороды, это больше, чем изнасилование. Это любой адвокат скажет, любой следователь, юрист. Очень обесчищены. А сегодня спокойно так верующие, и священники бритые, и епископы там, неизвестно, что там у него есть. А священников бритых с Украины, нам сюда на Алтай понанесло столько. Начнешь говорить, на все ответ есть. Ответ один должен быть. Я люблю Господа, его творение. И я не посягаю на него. Заметьте, вот петух от курицы отличается, козел от козы, бык, но от коровы. У каждого какое-то есть отдельное такое качество, отличает лось и лосиха. Посмотрите, какие у него, какие рога. Мужчине дал Бог бороду. Вот иудеи, которые соблюдают свою веру, то они бороду не бреют. У мусульман, у них норма, подстригать можно не больше 5 сантиметров, не меньше 5 сантиметров, чтобы она была. Я считал, в Афганистане один умер, а кто-то пожаловался. Ну и подошли стражи исламской революции, у него замерили 4 сантиметра. А за нарушение бороды, за каждый сантиметр, допустим, 40 палок. И покойнику 40 палок ударили. Небось, не будешь брить. Вот мы еще прочитаем про некоторых, которые не знают слова Божьего. Левит, 19-27. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Края. Какие они есть, такие и должны быть. Зачем указывать, если это никакой роли не играет? Значит, она играет. На небе видел 24 старца, Ян. Так это уже вечность? Так с бородами они? Или как? А видел, когда Христа, Ян, как он выглядит? Почитайте откровение, апокалипсис. Это уже вечность наступила. И дальше, Псалом 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Аронову, стекающий на края одежды его. Почему? Елей стекает на бороду, и волосинки слепаются вместе, они вместе. Ну, а сегодня как можно? Ну, сказать так, хорошо жить братьям вместе. А сегодня надо говорить, хорошо жить в росте, это как елей, стекающий на бритых подбородок, и стекающий на масонский галстук. Что больше сказать-то можно? Ну, давайте то, что мы глазами видим, по аналогии-то и это прикинем. Вот читаем еще такое. Первое ездро, 9-3. Услышав это слово, я разодрал одежду, в верхнюю и нижнюю мою, и рвал волосы на голове моей, и на бороде моей, и сидел печальный. Значит, ездро был с бородой, мы только об этом говорим. А были евреи без бороды где-то, но мы видели, что полбороды даже, пока не отросли, они каждый день, наверное, мерили, как вернуться, и при том, идите в город проклятия. А мы идем в Иерусалим, не пустил их Давыд, Иерусалим, это столица. А мы идем в небесный Иерусалим. Святись и святись в Новый Иерусалиме, слава Богу, Господь, на тебе у себя. Какая? Для безбородных? Да с какой целью ты это делаешь? А как вы бороду отрастите? Ее растить не надо, она сама растет. Притом, сколько времени тратится на это? Скоблят, болеют, ангина. Вот борода, у меня никогда ангина не бывает, она прикрывает, как галстук. И тебя сразу видно, у нас никто не бреет. Если он был бритый, пока борода не отрастет, у нас до крещения не допускает. Мы все правила стараемся соблюдать, потому что мы православные. Православные. Считаем еще такое. Исайя 7,20. И в тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону ретит, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах. И даже отнимет бороду. То есть это как знак особого презрения к этим людям, унижения, поражения. И даже бороду отбреет. Вот у меня было это поражение, когда меня арестовали. Но я не виновный. Я распространил, насчитал Златоуста 12 томов, Жития 12 томов, Добротолюбие. Ну, а потом Архипелла ГУЛАГ. Я за это пострадал. Для меня самое печальное было в вузах, это обрили бороду. И каждую, когда там неделю в бане идут, я ничего не мог сделать, меня брили. Но сам я не прикоснулся к бритве. Здесь я уже не могу уступить, говорю, никак. А вы меня насилуете, но это ваше дело. Вы меня можете что угодно делать, насиловать. Хотя, Господь мог бы защитить. Но однако вот так. Мы многие видим святые, жгли бороды, сжигали головы им. И Господь позволил им получить венец мужчинический. И дальше читаем. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. Исайя 15,2. Иезекииля 24,22. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеб от чужих не будете есть. И далее. Даниила 7,9,13. Показал ветхого днями. А не как у язычников. А у язычников как? Сидят жрецы с обритыми головами, как буддисты, кришнаиты. И с обритыми бородами. Послание Иеремии, 30-е сию. Что доказывать-то? И в церкви не должно быть бородобрития. Раньше было правило, когда бритых запрещали хоронить на общем кладбище. И сорокаусия по ним не творить, и свечей не возжигать. Это стоглавый собор, на котором председателем был 15-летний Иван Грозный. И трое из всех, которые были на соборе, канонизированы ныне в русско-православной церкви, которые для Бога угодили. И вот как еще читаем было. 9 июня Александр Кушский, среднего роста, борода круглая, густая до груди. 19 марта. Иннокентий Комельский. Безбородых не постригал. 8 октября. Трифон. Борода Акисер повидна, пошире и тупая. Прокопий. Подоле Козмина. То есть у Козмина, видна, известна была бородок, она Подоле была немножко. Я беру, как там написано. 21 сентября. Дмитрий Ростовский. Выдвиженец был. Петра Первого на кафедру. Вот. И когда к нему приходили даже старообрядцы, и спрашивали, как нам быть. Их называли двоеданами. Двойную дань накладывали. И они платили. А у других платить нечем было. Они к нему пришли. Что делать? Он говорит, ну какая угроза-то? Да говорят, голову отрежут. На голову отрежут. Отрастут головы? Нет, не отрежут. А бороду? Борода отрастут. Ну надо избирать зло меньше. Зло. Даже Дмитрий Ростовский говорил так, что не в одобрительном тоне, а в бородобритии. Ну вот Петр это все как сделал, от него и пошло. У нас были цари раньше, и бритых ни одного не было, до Петра Первого. Никого не было. Даже посмотри, как Алексей Михайлович выглядит. Ну а дальше были цари, которые вот Александр Третий, видим, царь Николай Второй, ныне канонизированный, тоже с бородой. А можно ли это сделать так, чтобы православные не брили? Мы, например, в наше общение вопрос такой не ставим. Пока человек оглашенный, он это видит, и как-то у нас это все так естественно получается. Вот зайдите на наш сайт и посмотрите, как люди с бородами выглядят. И посмотрите на старые фотографии, откройте, там большая советская энциклопедия, изобретатель радиопопов, хотя он и не изобретатель, а Маркони. У него там три волосинки, как у Хо Ши Мина, вьетнамского руководителя коммунистического режима. Там волосиночки маленькие только, но он их не трогает. У них крас, вот какая бороденка там, какая есть. Натсон, Семен Яковлевич, это самый любимый мой поэт. Ему 24 года с бородой. А посмотрите, адмирал Макаров сидит. Какая у него борода до живота. Все закрывает собой. И вы если посмотрите, как, ну даже те, которые были люди неправославные, у Льва Толстого, у Федора Михайловича Достоевского, какие бороды, как они выглядят. Вот баптисты признают, там, Чарльз, Першин, другие, и вначале все имели бороды. Да и она растет все время. Ты сколько ее не брей, она растет, ты мужчина. А можно, чтобы она не росла? Ну можно, если кастрировать. У кастратов, у енуков, борода не растет. Ну а как же быть? А вот так, говорит, перевернули все в обратную сторону. 96-е правило, это должно быть в 6-м Северненском соборе с толкованием. И говорит, что щипчики разные накручивают волосы. Написано, кто растет длинные волосы, это бесчестие. Апостол Павел в послании к Каринтинам. А волосы бесчестие где на голове? Как-то сделали наоборот. Мужчины растят волосы, а бороду бреют. Бреют. И часто смотришь, и не поймешь, кто это, мужчина или женщина. Даже спор возникает. Но сегодня тем более, когда люди не верят в Бога и пьют пиво, наоборот получается. У мужчины плечи узкие, как Жданов говорит, а зад широкий. То есть совершенно превращаются в женщин. Поэтому я призываю, призываю просто православных пройдите по храму, посмотрите на иконы. Я прошел у нас тут Пахровский собор, это Московская Патриархия. Я насчитал 475 образов. И ни одного бритого нет. Ни одного. Это сегодня уже, ну, сегодняшний икон рисует со старых. И поэтому какие еще нужно давать примеры? Для меня, например, самый главный пример это отношение Давида к бритым. Он не пустил царь, пророк Давид, Бога Отец, в земной Иерусалим. А мы-то ведь дорогу таврим куда? В небесный Иерусалим. Ну, маленько прикинь, что все-таки Бог будет смотреть по слову своему. И в Ангелии от Яна 12.48 написано, «Я не сужу вас», говорит Господь. «Слово, которое я говорю, оно будет судить вас». Говорят, ну, это в Новом Завете о бороде ничего не сказано. Не сказано. Почему? А потому, что пришел не нарушить, а исполнить. И вот баптисты выпустили специальный словарь большой. Там есть один словарь Нюстрима, Эрика, и апостолы. Все апостолы, кроме Иоанна, нарисованы с бородами. Да кого у вас борода не носят? Ну, не все у нас тоже, говорит, есть правды. У меня были близкие отношения с адвентистами седьмого дня. Я гляжу, один из них начал бороду отращивать. А я бывал часто у них выступать, приходилось свидетельствовать. Несколько человек у нас покаялись, оттуда баптисты в моем доме пришли. Они все стали православными батюшками. Очень хорошие люди. Я говорю, а ты что бороду-то отращиваешь? Ты же не православный. Знаете, вы столько раз говорили, я хочу хоть посмотреть, как же я должен был выглядеть-то. Я даже не знаю, как я должен выглядеть, хоть один раз-то взглянуть-то. И люди не просто бреют бороду, а они считают это за святость, как у еретиков. Все перевернутое. У меня знаком был здесь у баптиста поделенных лебедев. Хороший такой. Он ходил ко мне в гости, ну и поверил, что бороду нельзя трогать, а борода красивая, пышная. Так ему было где-то 75 лет, его баптисты в буквальном смысле заели. Он ни в чем не повинен, только борода. А ты к этому, Игнатий, уходил, ты принял православную веру. Он говорит, я баптист, какой я православный, я же ни посты не соблюдаю, а борода зачем? То есть сатана ли лютует против бороды? Если она ничего не знает, зачем бы они хватали святых, мучили за бороды? Я вам говорю, мне пришлось перенести поношение, но я старался точно войти в эти рамки. Бороды у меня нету, пока не отрастет, я не ходил в храм. Почему? Я был опозорен, я сидел дома. Ну, священники были хорошие, они приезжали, вот, поддерживали, и когда я видел, что борода уже выросла, я тогда первый раз пришел в храм, чтобы не осквернять храм Господень. Если вы желаете увидеть святых, подойдите на изображениях Храм Христа Спасителя в Москве, посмотрите изображения, там Александра Невского, посмотрите, без бородых ни одного нету, ни одного, это блудодейная ересь. Вот в Санкт-Петербург поедете, Исаакиевский собор, это же те Исаакия Далматского. Так вот посмотрите, на вратах везде изображения, но это старинные, нигде нет бритых, какие изображения в катакомбах встречаются, ни одного бритого нет, этого никто не знал. А вот как только люди отступают, чем дальше от истины, от православия, поэтому Библия уже она никакой роли не играет. Это в Ветхом Завете. Правильно, в Ветхом Завете указание прямое. Ну и что? Он не нужен в Ветхий Завет? А зачем он нам? Подождите, господа. А как же вы говорите, иконы не должны быть, Бог не требует служения рук человеческих, и говорите, что вот написано 20 глава Исход, выберите все подряд. Если в 20 главе запрещено делать изображение, а в 25 главе павильона делать. А из Икиля, 41 глава 17 си, говорит, изображение в храме, в который пришел Господь, сказал, дом мой, дом молитвы наречется. Изображения были от пола до потолка, снаружи и внутри. Христос был в таком храме, где иконы сплошь и рядом. Да, а там, говорит, не было изображения. Я уж попутно чуть-чуть сказать про это. Не было изображения людей, потому что они находились в аду. А это сделано по образу небесному. А так как души Христос вывел, они на небе, поэтому изображаются. И как? Ну вот я показал, как в Ветхом Завете не прикасались, а в Новом Завете сохранились описания, фотографий-то не было, сохранились рисунки. Итак, да сохранит нас Господь в истинном духе православия, чтобы нам не искажать образ Божий, даже внешне, хотя это малое. Но в малом верный он будет во всем верен. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok